если тебе грустно после зимы и ты не знаешь куда помогать свой поплавок если твоя мормышка залежалась тогда я расскажу тебе историю есть 100 километрах от киева село страхолесь это местность богатая на всякую живность если ты любишь поохотиться или любишь порыбачить или просто хочешь отдохнуть со своей семьей ты найдешь там дачу рыбака вот сам посуди где порыбачить здесь не поохотиться на кого а там все это есть пока хата рыбака готовится встречать гостей ты в это время можешь наточить свой крючочек распущили свою мормышечку мы оставим закрепи тиктока где ты можешь все это найти и увидеть и мы там тоже будем мужики мужичары рекомендую от себя дачу рыбака ссылочку на дачу рыбака мы оставим в описании заходи это тикток там ты найдешь всю нужную информацию подпишись на дачу рыбака просыпаюсь на кумаре еще и на кумаре на тюляге это вообще это в кубе на кумаре это самое худшее что может произойти с наркоманом одно тупо и сижу на краю нары тут как раз дружочек увидел что я проснулся говорит о шуман что тебе чай кофе я слышу какой чай кофе слой вообще просто именно ну хочется не трогать на пределе на взводе все раздражает эти зэки мусора вообще все вокруг до такой степени все бесит беру достаю телефон начинаю клацать в этом телефоне вообще не понимаю что делать знаю одно нужны бабки надо день я эту записную книжку я ее уже от а тупо да я я ее перетрипал именно уже по несколько раз и даже не знаю что делать эту посуду валерон думаю наберу приятеля своего набираю альо валера начиная физически ему рассказывать шум круче вася в карты проиграл просто щас будет круче треш не надо срочно бабки там тире пять тысяч семь тысяч гривень потому что ну будет виллы всегда говоришь запасом даже если на пару тысяч меньше даст все равно ну класс тут слышу в ответ там что-то короче это бросает трубку ну короче на хрена 5 короче листа это записную книжку смотрю просто даже не знаю кому набрать кого просто думаю загляну в фейсбук загляну посадку что там происходит листа и фейсбук там у посадок девочка я пришли как ему синие забыть и вообще это мой друг детства и смотрю вот такая мадам бляж мы с ним и твоя милая по молодости это просто короче просто кладку листа и фоточки и фейсбуке сутрю подпишу такие душа такая губки на автомобиле таком прикольно передвивается друг как и как это и раньше не заметил хорошо раньше не заметил сама судьба мне и на потом на сам на вот этот случай именно оставила набираю и привет маленькая моя мою привет слышу узнала просто ну в ответ слышу настолько радостно то есть меня слышать а вы не все плохо все печально вообще именно настолько тюля заболел более на фистула короче это вонючая вообще одолела анализы постоянно столько бабок на эти анализы уходят просто не могут мне определить какую ну какие лечения курс терапии и тому подобное вижу это тронуло расстроилась но с таким как бы вроде бы как до слез его короче растревожил как я могу сколько надо денег как я могу тебе передать денег я вам нужна вообще мне еще было пару часов назад мало мне надо было 7000 гривен как я могу тебе денежку передать я умолая сейчас вообще пиши тюля и тоже все тюля на месте не стоит все движется пиши номер карточки начинаю и сразу наш слышу что-то там пытается сказать пиши 3149 начинают диктовать ей карточку она мне говорит что вот я рядом я могу тебе прямо сейчас на нее кинуть да я буду сейчас я уже тогда буду одеваться буду направляться сейчас к врачу слышу как купюры заезжают в этот банкомат буквально я шну прислушаюсь тут слышу заветная смс очка джинь цитру 7000 гривен ваш телефон тяжелее стал я все малыш и мусора все давай короче позже перезвоню все целую хупа начинаю просто эмоций нет предела я просто класс сразу маленький шут и там за да не чай очка конечно тому же человеку в которыми буквально 5 минут назад зафигачил тапочка в голову маленький не грусти давай чайочек покрепче такой завари и начинаю плюху под захожу на карточку проверить еще гляну до 7000 гривен осталось в принципе дело за малым осталось просто купить и доставить сюда главное чтобы барыга не подвел алё чарли здоровенько слушай сделай мне как и всему как всегда это вот до этого всего положи чат все через пять десять минут мой человек подъедет заберет хотя еще не нашел этого человека ну знаешь я его сейчас найду все давай пять десять минут все давай на связи человек 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 начинаю же думать какой то что надо чтоб не на рекбе сценарии кто порядочный нари порядочный паховик как минимум ну чтобы не нырнул туда начинаю перебирать всякие варианты так там набирают тут за него вася я тебе дам ушу надо я тебе дам такси все работа все давай тут работает тут короче это не получается и вспоминаю у меня же есть костя белый который только недавно освободился набирая главное был включен алё братанчик начиная с ним разговаривать говорю братан говорю блин вообще прыгай тазик есть короче забирать дела мне нужна твоя уже просто даже не еще не рассказал что надо прыгай в тазик есть за делами забирай дела лежат у чарли мне надо говорю братан просто чтобы ты забрал мой груз и доставил мне его сюда и кинул в лагерь но есть одна проблема мусора натянули сетку где-то высотой с пятиэтажный дом и очень проблематично не каждый человек может перебросить такую высоту и шуку 7 это это вообще не есть проблема у меня уже сосед этот ядротолкатель вася тухту ядротолкатель или метатель короче неважно в рашу ну говорю прикину может тебе говорю взять этого чарли просто закинуть вот так в два счета это да братан правда вопрос давай родненький говорю давай учись учись роднулька чтобы вы понимали друзья как установили эту сетку то есть все другому груза практически не долетают это похороны это сразу прямиком летит в предзоне это подарок мусорам а вот ну а кто приезжает кидать на реки а шо ну то он что может перекинуть куда он сможет докинуть и вот попадает в эту сетку а это подарок мусорам а мусора ходят эти груза собирают именно шо грибы осенью я ж начинаю себе думать ого ядра ядротолкатель или ты ж прикинь сколько он грузов может накидать и что ты вообще за штемпила это далеко не нарик я перу сразу набираю слышь братан а можно еще там пару грузов пособираю ну конечно братан собирает вообще не заморачивайся сколько надо столько собирать только чтобы мы долго не ждали я сейчас он груз заберу я забираю соседа и мы едем чтобы быстренько все было и мы уехали я обрадовался думаю прикинь такое положение в лагере и я красавчик вообще я начинаю а папа друзья минуточку внимания едет реально серьезные люди киевляне во-первых а во-вторых ты знаешь кто едет и голова едет именно ядротолкатель ты знаешь кто такой ядротолкатель не знаешь кто я это прикинь ты голова ты родился говорю он для чего ты родился вообще а этот человек с детства прикинь он только родился ему уже это ядро на бери он прикинь это ядро уже с малых лет от таких вот кидает именно всю жизнь посвятил и именно бросать представляешь что он именно эти груза это вообще просто не проблема и тут по зоне пошла молва киевляне еду киевляне ядротолкатель ядротолкатель и начинает мне короче это говорит серёга шаман а может это мы пять литров спирта подмотать я говорю вася хоть электрочайник подматывая ядротолкатель а вы давайте только вот эти вот груза пусть все будут в одну кучу соберите их мои люди приедут их заберут и все по закидывают я сижу сербаю чаёчек идут и идут и идут вообще эти груза собираются и собираются после такая мину вообще куча телефоны там спит подматывая зарядки мотаю просто круче трэш ну пусть мотают мотайте мотайте ядротолкатель вывезет все нефиасе спортсменюга едет это но серьезный человек тут набирает маячит костя почти видим лайк я влюблю все забирайте груза всем у нас здесь все чисто ждем и вот они забирают груза подходят к условной точке к забору откуда непосредственно должен происходить брос впереди стоят вот сетка натянута забор за ним еще забор за забор и вот так вот пять заборов то есть между ними полтора-два метра это есть предзонники там внутри находятся датчики движения там всякие граблями все пограблено чтоб не было следа вообще потому что по следам постоянно обход собаками то есть мусора вот так вот ходят контролирую реально как на границе с израилями сектора газа я сижу вообще на спокойнике понимаю что вот вот час минуты на минуту уже будут у меня дела и мне будет просыпаться вообще далеко не на кумаре целую неделю просто ну класс и тут не набирает костя говорит братан вот уже видим подходим и костя рассказывает говорит беру вылаживаю то есть груза в ряд начинаю вынимать лажу их в ряд этих груза почему в ряд потому что ну дабы ему под руку как раз вот таким вот образом чтоб он ушел и фигачил грузов где-то около 10 где-то 15 грузов то есть груз запечатан где-то приблизительно такой вот размер ты как теннисный мячик скотчем перемотан внутри может какая-то тряпка там скотчем перемотанный чтобы не сильно легкий был и не сильно тяжелый если это бухло то это пол-литровая пластиковая бутылка то есть вот эти вот груза этот ядротолкатель ну что это ты делаешь и ты вылаживаешь вот ну как шо пока ну я вылажу тебе под руку пока первый груз до коснется земли ты должен в ряд идти вот все груза закинуть пока вышка не спали и валить и ехать то не ну какой в ряд вот эти вот груза бери все скопом и вот в этот вот пакет в один поплотнее пакет выбери вот в этот пакет бери все кидая один раз все-таки мы поедем чё гонишь кости такой фу блин бля на ту лишь ядротолкатель ни фига себе конечно что-то не подумал сразу начинаете все груза кидать ему в этот пакет скопом и вот он берет этот пакет завязывает узел подходит поближе к забору и вот так навесиком ляп пусть я обомлел пусто ну ли че ты сделал он говорит давай поехали валим пусто ну как что я сделал взял перекинул забор ты даже не лагерь ты просто взял перекинул мусором просто за забор надо было он видишь у да вот сетка туда надо было фигачить кости идет просто у него состояние грудь и вот такой вот он идет просто вареный тут я нас по коньячке набираю альо братан тут слышу ключи в ответ вот эту вот историю все вот это вот этот мрак у меня короче вроде бы как кусок сердца вот так вот вырвали именно туда закинули на этот предзонник у меня просто не было цели все вообще нема смысла дальше жить ради чего зачем именно сейчас это все произошло у меня нет вообще не вкладываются вот это вот информация думала на приколь лишь ядротолкатель взял вот так вот тупо короче похоронил за забором все вот эти вот наши не мы наши груза я просто на секундочку представил что сейчас может быть и тут в этот момент идут ключи и начинают ну шо там братушанечка что там долетела или ну когда долго там или нет я вынимаю ни хрена всего расход как расход это шума на как ну ядротолкатель там все вот эти вот дела вот лапротолкатель как раз и толкнул фуфло все расход блин на кумаре я на кумаре елки-палки и тут короче тучи звучатся кумар настолько усилился вообще пуст и жесть эти зэки эти головы ходят каждый по очереди начинают что там шибат что там грузами нет грузов сука я сколько раз буду повторять нету грузов сижу меня просто мина разрывает изнутри я до вечера вот такой просидел со своими мыслями наедине я удачи не помню как просто это время так до вечера пролетела как в капсуле каком-то вроде бы как потерял реальность вообще просто думал ни о чем помню последнюю все печально все хреново и тут с утра уже вечереет и мне просто еще хуже становится уже вечереет я на кумаре а впереди просто ужаснейшая ночь и тут слышу по лагерю пошло эхо начинаю прислушиваться и так все грунче так 4 ваще и 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 ваще благо сфисту и бабки еще остались начинаю хопа так листать сколько сколько осталось денег еще есть хватает что произошло друзья в лагерь барыга затянул ширева ну я вообще то есть висел на методоне я методонщик и для меня дела это ну чисто разве что психологически и более-менее как-то стать на ноги чтобы дальше продолжить ну как-то затянуть металл и тому подобное у меня это чуть-чуть обрадовала что уже как бы не на кумаре и вот на тот момент у меня был дозняк полграмма то есть еду барыги понимаешь я возьму пока десятку чтобы стать быть как-то на папу на плаву опять же десятку мне надо разделить на две части потому что ну шире во первых неприятное после металла вообще неприятная канитель и за 1 копом в аквиваленте то есть вот это вот десятка это всего лишь там наверно маленькое количество металла и тебе чтобы пересняться то есть один дозняк ты не можешь сразу 10 тебе надо ее поделить как хотя бы на две части большой объем ширева просто не вывозит прихода то есть это большая нагрузка на сердце может не вывести сердце забираю делю на две части думаю сейчас одну часть гах перекурю и сразу же вторую часть и будет хорошо и вот первая часть я вообще просто не понял что произошло просто перекурил что было мне как кумарила таких кумарят недолго думая вторую часть ляп и я понимаю шуме короче начинает не просто начинает сердце вылетать не становится хреново я поднимаюсь вроде бы как голова кружится ты вот-вот сейчас потеряешь сознание движу дружочка говорю идем выйдем на улицу придемся на тассах пообщаемся а сам думаю просто выйти на улицу пообщаться подышать свежим воздухом ну и заодно может отвлекусь и чтобы не думать потому что ты начинаешь на этом зацикливаться ты все больше как бы себе шифровать эти становится еще на этом фоне еще хуже и вот мы вышли что ты короче на тассах там что-то начинаем разговаривать не думай об этом а мне не попускает ну все хуже и хуже у меня паника и мне это дружище говорит ты что-то побледнел что-то тебе плохо я-то не нормально типа все стараюсь не думать как-то всячески уйти вот этих мыслей так все нормально все хорошо мне реально очень хреново с каждым вдохом я понимаю что мне ну вроде бы сердце все тяжелее и тяжелее у меня в глазах темнеет и я говорю этому дружочку говорю проведи меня на санчасть захожу на санчасть вижу стоит медбрат это тот же зэк начинаем объяснять вообще ситуацию сердце там есть может что-то какого-то кроваводчика меня его ливняночки просто ну пониману даю понять что очень плохо не переживай есть один кончик сейчас сделаем ляп и будешь как огурчик пойдешь ножками на бараке все будет нормально я ему что за укольчик на лаксончик все нормально будешь себя чувствовать хорошо ну я говорю ну класс давай потому что не вообще-то хреново я чувствую сейчас потеряю сознание заходит доктор уже с готовым то есть сатрю там куб уже готового на лаксончик а дает медбрату я ложусь быстренько он не начинает ставить укол и я вот сатрю он еще не догоняет там буквально чуть-чуть пару точек и я чувствую он не просто вообще до такой степени и начинаю испытывать такие мучения такую боль непередаваемую вообще у меня все органы начинают гореть у меня вроде бы как сердце вот так вот кто-то схватил его давит у меня всю кипит внутри я просто понимаю все я умираю это смерть и мне еще медбрат начинает я ну я лежу не могу не сказать вообще ни слова вижу медбрат начинает испуганно на меня смотреть начинают в панике говорить это с ним это так должно быть доктор подходит уже испуганно сутрит на меня эти испуганные взгляды мне еще больше вгоняет в панику в страх уже они там увидели ну я понимаю что все я встречаю свою смерть думаю у его именно так по тупому просто пришел на санчасть в тюля и в этой конченной марии очень страшно обидно я ведь еще хотел освободиться еще молодой парнишка столько всего еще хотел сделать и тут я лежу на этой нари и тупо умираю все я смирился со своей уже участью шуме предстоит свисту встретиться здесь со смертью лежу уже уже сбивается дыхание уже практически сердце остановилась картинки мелькает всякие с детства и тут вырывается позыв рвотный начинает все вылетать если ты все красная кровь тупо еще просто мне еще больше жить иногда начинаю рыгать кровью мне просто вырываю органы еще и умереть еще в таких мучениях чего я боялся больше всего на свете смотрю как мои органы растекаются по плитке тюремного пола и думаю все серёжа прощай но как ни странно сразу же после ротного рефлекса я почувствовал легенький просветик и вместе с этим пришло сознание кинофиг органы какая кровь это те красные сливы что растут в локалке их на кумаре не пережевывая наглотался и вот они красиво растекаются по тюремному кафелю люди бы начала попускать но сразу же начинает наползать очень жесткий кумар просто в стократном усиленной именно кумарище всех кумаров на локсон ставят при диком передозе но не в моем случае мне просто надо было накапать чуть-чуть королончика или дать валерьяночки но ни в коем случае на локсона потому что я был при памяти и был в сознании никакой передозировки у меня не было тем более появление и вот с меня вышло все хорошее нехорошее и при этом сразу же после этого тебя начинают жестко кумарить очень многие наркоманы знают о чем я сейчас говорю и мне начинает становиться хреново но я начинаю хоть по чуть-чуть радоваться что я слава богу я живой я не повезло в очередной раз мне просто повезло вот кое-как я добрался до барака я просто вот так вот сделал пару шагов у меня молдаване глазах темнеет я чуть-чуть прошел опять чуть-чуть прошел и вот я добираюсь до кровати просто вот так вот я двое суток именно сжавшись вообще просто не хотел никуда вставать не кумарила мне было хреново но я не хотел вообще ничего я хотел чтобы это поскорее закончилась мне даже приходит дружочек шума на хочешь можешь под сняться тебе вот ну чуть-чуть нет как раз хватит под сняться белыми не хочу это впервые за долгое время я мог вообще просто я сам был в шоке что я отказался от наркотика на фоне этого всего мне вообще появился дикий страх кинекции я реально боялся прошло еще три четыре где-то три дня ну кумар взял свое я вот так вот как в детстве я закрытыми глазами меня ставили этот именно укол я просто всячески там отворачивался чтобы не видеть отвлекался разговаривали по телефону чтобы не думать потому что при одной мысли у меня сразу подымался адреналин било сердце очень быстро и у меня начали воспоминания помнить о том ужасе что со мной произошло на санчасти я раньше думал что вот смерть я умру молодым и тому подобное понятно что ну я на реке они доживут до старости и все вот такое вот ну когда я реально увидел эту смерть посмотрел ей в глаза и реально высадился я очканул до такой степени шоу я просто понял что я хочу очень сильно жить друзья ки не тратьте время зря потому что каждый день он на весь золото и когда придет твой час поверь тебе не захочется уходить молодым как и мне все друзья на этом быть добру не будьте на кумаре живите трезво жизнь трезвости это кафе не тратьте время зря о том что все это не так и 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